Добрый день, дорогие друзья! Знаете, вот одна новость, но она затмевает, мне кажется, все новости последние недели. В Воронеже такие чиновники пробили дно, вот реально. Как сообщается, в Воронежской области с 8 ноября частично снимают локдаун, то есть разрешили работать промышленным, сельскохозяйственным строительным предприятием, салону красоты, парикмахерским. В частности, Департамент образования Воронежской области два часа назад сообщил о том, что временно вводится масочный режим в школах Воронежской области, и об этом, собственно, они дали некоторое пояснение. Введение использования масок для обучающихся и сотрудников образовательных организаций носит краткосрочный временный характер на период адаптации обучающихся после окончания каникул и их массового выхода в очное обучение. Но это вот реально новое слово в борьбе с ковидом. Но это надо быть абсолютно, мне кажется, не от мира сего человеком, чтобы представить себе такое, что это возможно в принципе, что это хоть какой-то результат может дать. Ну и тут же в комментариях, конечно же, товарищам накидали буквально. Всем здоровым детям носить маски абсурд какой-то. Могу напомнить, что маски к СИС, ну, к средствам индивидуальной защиты не относятся. Почему унижаете детей? Вы что творите? Все против масочного режима в школе, но он введен вопреки всеобщему мнению. Власть не слышит народ, может, тогда народу не нужна такая власть? Вот что пишет Фонтанко по этому поводу. После двухнедельных каникул в Воронежской области ввели масочный режим для учеников и учителей. По мнению властей, мера должна способствовать адаптации при выходе на очное обучение. Как рассказали в Департаменте образования региона 8 ноября, во время урока, как и раньше, маска для школьника не обязательно. Ученикам рекомендовано одевать средства индивидуальной защиты на перемены. Введение и использование масок для обучающихся сотрудников образовательных организаций носит краткосрочный временный характер на период адаптации обучающихся после окончания каникул и их массового выхода в очное обучение. А вот адаптации относительно чего? Вот на уроке они сидят без масок, а в коридор они должны выйти в маске. Это зачем? А что будет с теми, кто не оденет маску? Вот что должны делать учителя? А как должны действовать учителя в случае, если ребенок неправильно носит маску? А если ребенок принципиально не хочет носить маску, он что будет делать? Вот что? Какие меры будут приниматься и какие, скажем так, в реальной жизни, что может приключиться с родителем, который, например, будет против того, чтобы ребенок носил маску в силу того, что ему, например, тяжело в этой маске дышать, он не может не находиться? Или там есть какие-то ограничения по здоровью, что он должен не приходить в школу? Что вот, какие меры? Что это за решение? Оно чем обеспечено? Вот какими нормативными документами? Оно как? Что такое за решение какого-то там оперативного штаба? Вот Вести Воронеж пишут. Введение масочного режима в воронежских школах вызвало шквал негатива у родителей. Считают это абсурдом, вполне обоснованно родители. Мои пойдут без масок, пусть только попробуют заставить надеть маски, и получат жалобу в департамент, прокуратуру и прочие инстанции. Это всего лишь распоряжение, в котором дается рекомендация. Люди, которые принимают такие решения, озвучивают их официально. Они чего добиваются? Вот у меня большой вопрос к ним. Они не предполагали, что родители будут против, что это нереализуемые на практике требования? Вот у меня большой вопрос. Эти люди, которые принимали решение, они детей-то хоть видели? Ну вот реально, они их представляют себе, особенно в школе, в массовом масштабе, хотя бы 500 детей в одной школе. Вот видели они их в жизни хоть раз? Они себе представляют большую школу, в которой все дети на переменке в масках. И вот правда верят в то, что это возможно, и что учителя будут за этим следить и смогут это отследить. И что это хоть как-то решит проблему. Ну, мне кажется, это просто какая-то неадекватность такая, чисто житейская. Как вы думаете? До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...